Поможешь мне разобраться с этим? Нет, потому что вы уйдёте. Я видел по телеку и знаю, что будет дальше. Вы выйдете из комнаты, оставите меня сидеть здесь и вариться в собственных мыслях и тому подобное. Я не смогу пойти в туалет, не смогу попить воды, это будет длиться сутки и так далее. Я не... Вы говорите, что я умный. Бросьте, я знаю эти уловки, потому что видел по телеку. Окей. Окей. Очевидно, ты много размышлял над этим. 25 октября 2018 года в Гровер-Бич, штат Калифорния, в полицию поступила странная серия звонков. Полиция Гровер-Бич? Это офицер Кок, я звоню из мужской тюрьмы в Калифорнию. Чем могу помочь? Я просто хочу сообщить, что два офицера будут проводить проверку благосостояния в доме по адресу... Это на 9-й улице. Окей. Есть что-нибудь, что нам нужно знать? Нет, не в этот раз. Я просто звоню на всякий случай, чтобы уточнить, что... Там будет два офицера на машине без опознавательных знаков. Ладненько, мистер Кук. Спасибо. Вам спасибо. Пока. Через некоторое время человек, ранее представившийся офицером Куком, вновь перезвонил. Полиция Гровер-Бич? Да, это офицер Кук. Здравствуйте. Здравствуйте. Я недавно звонил и говорил, что мы будем проводить проверку благосостояния у одного из наших сотрудников. Вы можете отправить сюда наряд? По имеющейся у нас информации, в резиденции может быть проблема. Нам нужен наряд полиции. Ее машина здесь. У нее только одна машина. И... По словам ее соседки, о ее повседневной рутине, это ненормально. Она... Она не подходит к двери, так что... Нам нужен наряд полиции для дальнейшего контакта или даже входа внутрь. Хорошо, я отправлю кого-нибудь. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Пока-пока. Тогда офицеры полиции отправились по адресу, чтобы проверить, что там происходит. Проверка благосостояния медсестры, которая так и не вышла на работу сегодня утром. Ага. И... Поэтому мы здесь. Согласно нашей информации, на нее зарегистрирован лишь один автомобиль. Ага. Она не подходит к двери. Мы поговорили с соседкой, она сказала, что видела ее последний раз два дня назад. Но вчера она слышала оттуда венгерскую речь. Она венгерка. Соседка сказала, что это нормально для нее. У нее маленькие ворота спереди. Она закрывает их на навесной замок. У нее есть собака, которую она там оставляет. Сейчас навесного замка нет. Ворота не заперты, собаки тоже нет. Соседка сказала, что у пропавшей медсестры есть сын, который живет в этом районе. Мы пытались с ним связаться, но ответа не было. На телефон она тоже не отвечает? Нет. Есть какая-то из ее машин? На нее зарегистрирована только эта машина. Как ее зовут? Афина Валентини. Мой напарник видел какую-то красную субстанцию на жалюзи. Не знаю, будет ли этого достаточно. Ребята, вы пугаете меня до усрачки. Отлично, что вы решили запросить проверку благосостояния. Мне не нужен ордер. Я просто войду. Технически у нас нет разрешения на вход. 10-4. Они запрашивают проверку благосостояния. Двери не заперты. Сюда, да? Да. Вы ее открыли? Нет, мы ее не открывали. Я даже не знаю, есть ли на ней засов, но ручка не заблокирована. Видите? Тут что-то красное. Может быть краска, может быть что угодно. Не знаете, у нее есть оружие? Без понятия. Это полиция! Афина! Ну и запах. Афина! Это полиция! Афина! Это полиция! Да. 11-44. Адам 12. Код 4. Ладно, ничего не трогайте тут. Похоже, тут куча таблеток. А, погодите, нет. Тут много крови. Да? Возможно, порезы, не знаю. Сэм 6. Наряд Дэвида свободен. Окей, давайте закончим. После этого мне нужно, чтобы вы вышли. Окей. Только не уходите, пока я не получу информацию от парней. Нет, мы никуда не уходим. Мы ничего не будем трогать, просто смотрим. Не могу понять, она сама себя порезала или это кто-то сделал. Окей, мы закончили. Давайте просто выйдем. Хорошо. Да, не уходите, позвольте узнать у вас информацию. Мы никуда не идем, дружище. Пока мы не найдем кого-нибудь, кто перевезет ее, я не смогу сказать, что с ней случилось. Понял. Хочешь проверить гараж? Да. Пойдем, я не вижу собаку. Значит, у нее есть ребенок. У нее были проблемы с домашним насилием или еще что? Нет, соседка говорила, что тут в округе много бездомных. Я видел ее на работе вчера, прошлой ночью. Машины нет? Нет. Да, это она на фотографии. Этот парень это ее сын? Не уверен. Я бы сказал, что это ограбление, но я не знаю, что у нее можно взять. Даже сумочку не тронули, вряд ли они искали ценности. Здравствуйте. Привет. Вы знаете Афину? Да. Я президент ассоциации ТСЖ. Окей, можно мои напарники поговорят с вами немного? Конечно. У нее есть родственники? Ее сын, возможно, в Чикаго. Не знаете, как с ним связаться? Нет. Когда вы в последний раз говорили с ней? Наверное, на прошлой неделе. Окей. Она что, умерла? Да. Серьезно? Да. У нас тут есть камеры, но... Окей, если не возражаете, мы в скором времени свяжемся с вами, ладно? Да, да. Она найдена наверху, вокруг нее много таблеток. Но она согнута, поэтому я не знаю, были ли у нее порезы, но там много запекшейся крови. Она лежит наверху в позе эмбриона. Соседка в конце улицы невероятно помогает. Кажется, она много знает о ней. Окей. Потому что она полностью нас проинформировала, что и как Афина закрывала. Что собаку оставляла снаружи, когда шла на работу. Соседка много чего о ней знает. Говорит, когда она уходит на работу, она оставляет собаку снаружи. На крыльце. Известно, что она была на работе вчера с 6 утра до 2 часов дня. Вчера в 2 часа дня? Да. Она должна была выйти на работу сегодня? Да, поэтому мы здесь. В котором часу она должна была сегодня выйти на работу? Мне сказали, что в пол восьмого утра ее все еще не было, и она не отвечала. Итак, что-то случилось между 2 часами дня и пол восьмого утра. Вот этот контакт у нас числится как экстренный, но никто не отвечает. Далее полиция оцепляет место происшествия и начинает беседовать с соседями. Вы не видели ее в прошлом вечером? Нет, нет. Вы не слышали драку или громкие звуки? Нет, я работал до 9 вечера. Окей. Да, и она... Она никогда не оставляет машину там. Обычно она паркуется в гараже, но в прошлом вечером... Значит, она никогда там ее не оставляет? Днем может оставить, но на ночь всегда паркуется в гараже. А, понял. В прошлом вечером авто было тут. В прошлом вечером помимо нее вы еще кого-то видели? Нет. Что у нее за собака? Маленькая такая. Рыжая маленькая собака. Типа чихуахуа? Вроде того, но она немного больше, чем чихуахуа. Окей. Что-то не так? Да, она умерла. Так что мы пытаемся все выяснить, поэтому мы здесь. Окей. Если что-то вспомните, или кто-то из вашей семьи что-нибудь еще вспомнит с прошлого вечера, сможете мне позвонить, ладно? Да. Спасибо. Здравствуйте. Я сержант Робена. Ага. Я пытаюсь собрать информацию про вашу соседку с первой квартиры. Когда вы в последний раз ее видели и говорили с ней? Наверное, дня два назад, но мне кажется, я слышала ее прошлой или позапрошлой ночью. Вы ее слышали? Да, она с кем-то разговаривала по-венгерски. Думаю, это был ее сын. По телефону или вроде того? Нет, вживую. Окей. Но ее собаки нет на переднем дворе. Обычно она оставляет там своего бигля. Вы сказали, у нее бигль? Да, маленький бигль. Кажется, так называется порода. Маленькая коричневая собачка. Ей лет 9-10. Она у них очень воспитанная. Когда она уходит на работу, она оставляет собаку на крыльце перед домом, верно? Да. Хорошо, спасибо. Всегда пожалуйста. Если понадобится больше информации, я вам позвоню. На горле и верхних конечностях Афины были огромные раны. Было очевидно, что это убийство, поскольку едва ли она сама могла нанести себе подобные ранения. Афина Валентине была местной тюремной медсестрой. При обыске ее дома в день убийства, полицейские не смогли обнаружить мобильный телефон Афины. Детективы получили ордер на запрос данных о ее звонках от оператора сотовой связи. Но на получение результатов уйдет несколько дней. Также полицейские нашли на обеденном столе Афины чек из местного отделения UPS. И просмотрев записи с камер видеонаблюдения в этом отделении UPS, офицеры нашли на них Афину. Но, увы, это оказался ложный след. На записи не было замечено ничего подозрительного. Афина просто занималась своими обычными делами. Одна из подруг Афины, Шелби Холмс, рассказала офицерам о сыне Афины, Левенте Лазаре, который учится в колледже в Блумингтоне, штат Индиана. Здравствуйте, вы Лазар? Мистер Лазар? Да, Левенте Лазар. Мисс Валентини, это ваша мать? Да. Можно войти и поговорить с вами? Здесь живет моя девушка, но входите. Вы здесь вместе живете? Да, здесь она и собака. Не возражаете, если я войду? Да, конечно. Входите. Спасибо. Привет, песик. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, вы как? Довольно неплохо. Сегодня днем со мной связались из департамента шерифа округа Сен-Луис-Обиспо. Или из окружной прокуратуры, точно не помню. Окей. Ваша мать умерла. Мне очень жаль. Что случилось? Не знаю, они не озвучивали подробности. Они лишь попросили прийти и уведомить вас. Окей. И попросить, чтобы вы с ними связались. У вас есть номер телефона? Да, я уже записал для вас номер телефона. Его зовут Кейси Нил. Вот его номер телефона. И вы не знаете никаких подробностей? Нет. Но он сможет вам все рассказать. Это обычная практика, они нам мало что говорят. Особенно если это касается другого штата. Они обычно просят прийти и уведомить лично. Окей. Соболезную вашей утрате. Спасибо, что сообщили. Очевидно, очень сложно сталкиваться с подобным. Да. Когда вы в последний раз говорили с матерью? В понедельник я звонил ей, но там был автоответчик. А затем оказалось, что лимит голосовых сообщений исчерпан. Но у нее глючил телефон, и я подумал, возможно, это проблема телефона. Окей. Простите, что принес плохие новости. Большое спасибо, я очень ценю это. Мне жаль. Хорошего дня. И вам. Левенте связался с офицерами и рассказал, что в день убийства матери он находился в Блумингтоне за несколько тысяч километров от ее дома. В ту ночь около 11 часов вечера камера у дома Афины засекла движение и активировалась. На кадрах видно, что на тротуаре перед домом стоит человек. Рядом с ним, судя по всему, гуляет ее собака. Этот человек шел на север по 9 улице. Детективы проследовали по этому пути и обнаружили несколько камер видеонаблюдения. Отсмотрев записи, они обнаружили, что этот человек пришел к дому Афины около 18.30. И, судя по записям, он разговаривал по телефону. Тогда детективы решили пристальнее изучить записи телефонных разговоров Афины. Они просмотрели записи за последний день, когда она еще была живой. 24 октября. Один из номеров, с которыми в тот день созванивалась Афина, выделялся тем, что имел другой код местности. Код 513. Огайо. Более того, в этот день Афина впервые связывалась с этим номером. То, что номер находился за пределами штата и в тот день Афина несколько раз выходила с ним на связь, заинтересовало детективов. По времени звонков и видеозаписям офицеры определили, что, скорее всего, Афина общалась именно с тем человеком, который шел в направлении ее дома. Из разговоров с друзьями и соседями детективы узнали, что собака Афины, которую, кстати, тоже звали Афина, не была дружелюбна с незнакомцами. Однако на записи видно, что собака следовала за человеком без поводка. Проверив этот номер телефона, выяснилось, что принадлежал он некому Джейкобу Киту из Цинциннати. Ранее это имя в ходе следствия не всплывало, и никто из родных или близких Афины никогда не слышал его. Телефон, с которого совершались звонки, был куплен в магазине Best Buy в Блумингтоне, менее чем в миле от квартиры сына Афины. Детектив связался с менеджером Best Buy, в котором покупалось устройство, и тот, в свою очередь, подтвердил, что у них есть видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлена покупка этого телефона. Полицейские также проверили абонентский ящик, указанный мистером Джейкобом Китом в качестве адреса. Но ни это имя, ни этот почтовый ящик ни к чему не привели. Такого человека, кажется, и вовсе не существовало. Также офицерам удалось отследить место перемещения телефона по сотовым вышкам. 22 октября. Первое после покупки включения в Блумингтоне, Индиана. 23 октября. Телефон находится уже в Оклахоме. Он двигался по шоссе номер 40 в Калифорнию и, в конце концов, прибыл в Гровер-Бич, где жила Афина, днём 24 октября. Следователи сравнили данные о местонахождении телефона с записями телефонных разговоров Афины. Телефон прибыл к её дому днём 24 числа и находился там примерно до 11 часов вечера, когда, согласно записям с камер видеонаблюдения, было видно, как некий человек покидает её дом. Полиция также выяснила, что Левенте Лазар владел автомобилем Jeep Patriot. И детективы, естественно, проверили его номер через базу номерных знаков. Полученные результаты поставили под сомнение историю Левента. Было зафиксировано несколько поездок джипа Левента по стране за несколько дней до и после убийства Афины. Далее детективы проверяют запись покупки телефона в магазине Best Buy. На видео видно, как Левенте Лазар покупает одноразовый телефон. Получив фотографии джипа Левента, данные о местонахождении одноразового телефона и видеозаписи, на которых Левенте покупает это устройство, детективы поняли, что настало время лично побеседовать с ним. Вы на канале Неслабонервный, и сегодня мы побеседуем с Левенте Лазаром. Для начала, я бы хотел снова выразить свои соболезнования. Спасибо. Это очень трудно. Да. Я просто хочу, чтобы ты знал, что... Мы все... Мы все выражаем свои соболезнования и тяжело работаем над этим делом. Спасибо. Очень тяжело потерять родителя. Я тоже одного потерял, так что... Спасибо. Вообще, я обоих родителей потерял. Мой отец умер от сердечного приступа. Мой биологический отец. Ты говорил, это случилось до вашего переезда в США. Да, я родился в 1992-м, а мои родители поженились спустя два месяца. А он умер в 1995-м от внезапного сердечного приступа среди ночи. Ого. Моя мать проснулась и обнаружила его мертвым. Затем в 1997-м мы эмигрировали сюда, потому что... По венгерскому закону об усыновлении, когда отец умирает, ребенка передают родителям отца, бабушке и дедушке. Моя мать боялась потерять меня, поэтому мы покинули страну. А, окей. Да, и мы отправились в Лос-Анджелес и начали жизнь с нуля. Я бы хотел озвучить тебе больше информации. Окей. О том, что мы узнали в Калифорнии. Окей. И я... Мне... Мне удалось достать копии доверенности и твоей мамы. Так что я надеялся сделать это сегодня. Очень быстро, чтобы я мог поделиться этим всем с тобой, и так как мы находимся в полицейском департаменте, я тебе зачитаю права. Окей. У тебя есть право хранить молчание. Сказанное тобой может и будет использовано против тебя в суде. У тебя есть право на присутствие адвоката до или во время допроса, если пожелаешь. Если адвокат тебе не по карману, тебе его назначат бесплатно, окей? Я понял. Прости, это просто формальность. Мы пару раз общались по телефону. Угу. Я хочу убедиться, что моя информация о твоей маме верна. Окей. Она из Румынии. Окей. Она родилась в маленьком городе Буза. Произносится Б-У-З-А. З-А. В Румынии. Ты тоже там родился? Нет, я родился в Будапеште. В Будапеште? Да. Ты сказал, ты отправился в Беркли, Дэвис и... Да, я учился в Беркли первые два года, и затем оставшиеся два года в Дэвисе. Окей. Я перевелся. И затем выпустился в 2014. А потом переехал сюда в августе 15-го. Окей. Когда ты приехал сюда, это было с целью поступления в университет? Именно так. Чтобы получить магистра по истории. Окей. Какой у тебя диплом? История и лингвистика. Окей. Сейчас я занимаюсь разными вещами. Какой студенческий долг? Около четверти миллиона. Ого. Если бы я прошел весь путь доктора наук. Наверное, это должно быть уже за то, что ты сделал. Нет. Прямо сейчас у меня долг около 15 тысяч долларов. Потому что, пока я был в университете Индианы, я преподавал в женской тюрьме в Северной Индиане. В Индиане у них есть система, которая позволяет заключенным получить бакалавра, магистра или даже диплом о среднем образовании. И я предоставлял небольшие уроки в Северной Индиане. У меня была возможность подаваться на разные гранты и стипендии из-за моего бэкграунда. Мы иммигранты, моя мать-одиночка и тому подобное. Значит, ты получал много финансовой помощи? Да. Я как бы использую преимущества системы. Тебе предоставляют все инструменты, но нужно охотиться на них и искать. Это именно то, чем я занимался, и это окупается. Твоя девушка еще учится? Именно. В данный момент она третий год в медицинском. Ей остался еще один год, и она должна провести его в Индианаполисе. Поэтому мы искали жилье и аренду в Индианаполисе. А, окей. Мы собираемся переезжать в апреле следующего года. Ты говорил, что последний раз ты ездил в Калифорнию проведать мать в январе. Ханна говорит, что 6 января. Так что это был последний раз, когда я с ней виделся. Прямо сейчас я начинаю изучать, как стать розничным инвестором или просто трейдером. Торговлю опционами и фьючерсами. Я понимаю, что лучше быть нанятым. В противном случае я буду платить больше налогов. Я просто хочу прояснить, что вы всегда можете получить доступ к моему телефону или прийти ко мне домой, и все в таком духе. Вам не нужен ордер, я могу вас пригласить. Я не помню, говорил ли я вам это по телефону, если нет, то я просто забыл. Я хочу помочь любым доступным способом. Я ценю это, и небольшая помощь – это именно то, что мне нужно. Затем Лазар рассказывает о деньгах, которые получил в наследство от покойного бойфренда своей матери. Кажется, дело было улажено в 2009 году. Это было своего рода пособие для меня. Так что между 2010 и 2013 я получал около 15 тысяч долларов в год. Пока я учился в колледже, я мог не работать, по сути. Мне очень повезло. Затем в 2017 я получил 90 тысяч долларов. С этих денег я выплатил большую часть студенческого долга. Большую часть я вложил в накопление, зарегистрировал счет ИПС, занялся трейдингом, рассчитывая на долгосрок. И затем будет финальный платеж в размере 200 тысяч долларов. Ну, не ровно 200 тысяч. 200 тысяч с копейками. В 2022, когда мне будет 30. 5 июля 2022, как раз после моего дня рождения. А, окей. Я тщательно продумываю будущее. У меня есть план на 3, 5, 7, 10 лет. Не то, чтобы я должен суперстрого его придерживаться, это просто общая идея. Просто направление. Ты говоришь, у вас с матерью одинаковые машины? Точно. Машина как раз стоит тут. Твоя машина? Моя, да. У тебя белый джип Пэтриот? Верно. 2013 года, кажется. Собака твоей матери изначально была твоей собакой? Изначально, да. На втором году обучения в старшей школе, это 2007-й, я упомянул, что у меня никогда не было собаки, своей маме. У всех моих друзей были коты и собаки и так далее, а у нас никогда не было питомца. Так что я сказал ей это, и она отправилась в приют в Агра-Хиллз. Она там увидела маленького Бигля и забрала его домой. Эта собака была моей до 2010-го, когда я переехал. Я не забирал с собой собаку. Она приезжала со мной в Беркли, может, на неделю. Но она не жила со мной долгосрочно. После того, как ты уехал учиться? Да, моя мать заботилась о ней с 2010-го. Большую часть времени мать выгуливала ее без поводка, потому что она очень послушная. Собака слушалась маму? Да. Я так понимаю, и тебя тоже. Да, конечно. Она слушается людей, которых видела хотя бы пару раз в жизни. Окей. Чтобы тебя немного ввести в курс дела, 24 октября на твою маму напали и убили. Какой это день? Это был четверг. Дай-ка взгляну на календарь. Я плохо запоминаю числа. Да, да, конечно. А, да, это была среда. Окей. А ты говорил с ней в понедельник, так? Да. А затем ты поехал в Индианаполис во вторник. Это 23-е число. Точно. А в среду ее убили. Окей. И она писала мне? Она писала тебе в... Четверг, 25-го, по 9 вечера. С того времени ты был в Блумингтоне? Да, или где-то поблизости. В понедельник, когда я разговаривал с ней, где-то в 100 милях оттуда. От твоего дома? Да, от Блумингтона. Окей. Это именно то, с чем мне нужно немного помочь. Твой телефон был с тобой все это время? Да. Окей. Мне удалось добыть распечатки всех людей, которые звонили твоей матери. Окей. Твой номер был среди них 22-го числа. Да. Мне предоставили их, когда я запросил распечатки у AT&T. Окей. И я увидел, что твой телефон был на пути в Спрингфилд, Миссури. 23-го числа. 22-го, 23-го числа. Можешь объяснить это? Не в Миссури. Я поехал в Маунт Вернон. Это в Миссури. Но это был... Простите, Иллинойс. Я думал, он в Иллинойсе. Да, но я не ехал дальше. Я не был в Миссури в тот день и на той неделе. Правда? В Миссури я был... Самые ранние сроки, когда я был в Миссури, это был июнь. Окей. Этого года. Окей. Да. Это у тебя единственный телефон? Да, это мой единственный телефон. Хм. Нет, я... Это странно. Нет, я... По сути, когда наши телефоны путешествуют, они сообщаются с телефонными вышками. Верно. Наверняка ты разбираешься в этом лучше меня. Каждый раз, когда ты соединяешься с вышкой... Да. ...отображается местоположение вышки. Да. Телефон должен находиться в зоне досягаемости этих вышек. Верно. Тот факт, что твой телефон показывает свой путь от твоего дома в Спрингфилд, Миссури. Я понимаю. 22 и 23 числа. Да. Я не был в Миссури в этом месяце. В прошлом месяце. Я был в Миссури в конце июня. Другая интересная деталь. 25-го числа твой телефон засветился в Техасе. Я никогда не был в Техасе. И он отслеживался всю дорогу от Техаса до твоего дома. Я был не в Техасе. Последний раз я был в Техасе, когда переезжал оттуда. Это был 2015-й. Когда я смотрел записи твоего телефона, я также смотрел номера других абонентов, которые звонили твоей матери. Я нашел номер из Цинциннатия, Огайо. Ага. Похоже, что тот номер путешествовал своим телефоном к дому твоей мамы и... У меня даже нет другого телефона. Да, ну. Когда я проверял это и сложил обе распечатки вместе... А, я понимаю. Передо мной был маршрут от твоего дома к дому твоей матери. К дому моей матери? Точно. Окей. Маршрут этих двух телефонов лежит прямо от твоего дома 22-го числа. К дому твоей матери 24-го числа. Могу поклясться, я был не в Калифорнии. Я ездил туда в январе. Послушай меня минутку. Конечно. Когда я смотрел на это... Да. Я проверял, есть ли другие системы, используемые для проверки. Например, программа считывания номерных знаков. Окей. И когда твой номерной знак сканируется... Когда ты едешь где-нибудь, то камеры делают фото твоей машины. Ага. Фото твоего авто были сделаны в Техасе и Аризоне. Ага. И в Калифорнии. Я не был в Калифорнии в этом году, не считая января. Послушай меня, Левента. Я слушаю. Все эти записи четко показывают, что это был твой джип. Угу. Окей. Есть видеозаписи с камер квартиры твоей мамы? Угу. Ты знал об этом? Не знал. Камеры наблюдения показывают, как ты входишь в квартиру матери в день ее убийства. Окей. Я здесь разговариваю с тобой, потому что я знаю, что ты тот человек, который там был. Ты должен помочь мне понять, зачем ты это сделал со своей мамой. Я ничего не делал со своей мамой. Левента, это очевидно для меня. К сожалению, это ясно как белый день. Когда ты купил тот телефон в Best Buy, на видеозаписи ты покупаешь телефон Cricket Wireless, которым ты пользовался в течение поездки. Ты есть на видео. И у меня есть видео с дома твоей матери. У меня есть видео, как ты уходишь с Афиной. Кейси, но... Тебе нужно это принять. Мы уже прошли это, окей? Я знаю, что это сложно. Это то, о чем тяжело говорить. Нет ничего тяжелого. Это факт. Объясни мне, зачем ты убил свою мать? Я не убивал. Там что-то произошло? Ты знаешь, что я рассматриваю? Послушай меня минутку. Знаешь, что я рассматриваю? Звучит, будто твоя мать была надсмотрщиком, и она... Я знаю, что она была немного огорчена твоим выбором школы, и что она понемногу давила на тебя. Я... Нет, она даже не хотела, чтобы я поступал в академию. Она хотела, чтобы я был медбратом. Я могу понять, что... У тебя было трудное детство. Окей. Я знаю, что ты переехал сюда, и что твой отец умер. С 18 лет, с 2010-го я был независим. Я никогда не полагался на нее финансово, эмоционально. Мы были связаны, но... Она не контролировала меня, когда я уехал в Дэвис, когда я сменил специальность. Она хотела, чтобы я был доктором. В то время я хотел быть историком. Угу. Я... Против нее должно было быть что-то. Нет, она... Нет! Послушай меня. Это очевидно, Левенто. Дай-ка покажу тебе пару вещей, окей? Чтоб ты знал. Вот твоя доверенность, так? Окей. Ты единственный наследник. Так что ты получишь все ее имущество. Но я даже не знал об этом. Я... Ну, я знал, что она писала что-то подобное, или общалась с юристами, но... Я не знал об этом. Окей. Давай покажу пару вещей. И мы сможем перейти дальше. Это больше о причине случившегося, окей? Дело не в причине. Окей. Я знаю, я понимаю, о чем вы говорите. Вот это твой дом? Да. А это дом твоей мамы? Да. Ты понимаешь, что эти фото были сделаны в течение всего твоего пути? А это твой джип, верно? Да. Окей. Твой рассказ про Индиану, и что ты не выезжал и не виделся с матерью в январе этого года... Нет, я виделся с ней в январе. Но ты был в ее доме 24 октября. Меня не было в ее доме в октябре этого года. Левенто, ты видишь, что я тебе показываю? Хочешь увидеть остальное? Вот. Это фото твоего джипа, сделанные в течение твоей поездки. И ты внутри. Окей. Видео с дома твоей матери показывают, как ты подъезжаешь в 16.30 в тот день в своем джипе. Меня там не было. Опираясь на все это, ты там был. Так что сидеть здесь и отрицать это... Нет смысла. У тебя есть плохие перспективы, окей? Я пытаюсь понять, случилось ли что-то, когда ты был там, что привело к борьбе с твоей матерью? Нет. Ты был зол на нее? Ты нуждаешься в деньгах? Нет, я не нуждаюсь в деньгах. Тогда что случилось? Расскажи мне об этом. Это единственный способ понять все немного лучше. Ты кажешься образованным, умным, приятным парнем. Что-то должно было случиться в тот день. Мы все совершаем ошибки. Нет, я... Я понимаю, что все оступаются, но нет, я... Во-первых, как вы сами сказали, у меня было трудное детство. И знаете что? У меня всегда была мама. Всегда была мама. Кроме собаки, она была единственной, к кому я мог пойти. Угу. У меня нет причины вредить ей. Я никогда не вредил ей. Никогда. Я... Я всегда из кожи вон лез, чтобы помочь ей. У меня нет... Можешь объяснить это? Не могу. Вообще не могу. Но я ничего с ней не делал. Правда, не делал. Я клянусь. Ты осознаешь, что вокруг комплекса установлены камеры наблюдения? Окей, пусть так. Я видел. Вообще-то, на доме твоей матери установлены наблюдения, так как она переживала из-за временных жильцов. Окей. Окей? Я видел, как ты делаешь это. Окей? Что значит, вы видели, как я делаю это? Я ничего не делал. Кейси, я... Помоги понять, почему. Почему что? Что случилось в тот день? Что такого произошло в твоей жизни, что ты решил, что... Ничего. Ты должен сделать это. Ничего. Это было сделано сгоряча? Ты звонил ей в тот день несколько раз. Она рассказала об этом своим друзьям и отправляла им голосовые, рассказывая о разговоре с тобой. Да. 24-го числа. Да, я разговаривал с ней. До этого ты говорил, что не разговаривал. Ты сказал 26-го. Нет, нет, нет. Ты звонил ей с телефона, который купил в Best Buy. Нет, я не делал этого. У меня лишь один телефон. Один телефон, Кейси. Ты не покупал телефон в Best Buy? Нет. Не покупал. Хочешь, чтобы я показал тебе видеозаписи? Я не покупал. Тебе показать видеозаписи? Конечно. Окей. Ты не веришь, что они у меня есть? Кейси. Я просто спрашиваю. Я понимаю, что вы ищете мотив, но у меня нет ни одной причины вредить своей матери. Окей. В феврале... Простите. В декабре она собиралась... Я обсуждал с ней встречу с родителями Ханны. Я попросил у мамы ее помолвочное кольцо. Чтобы я мог сделать с ним предложение Ханне. Угу. Не было... Не было ничего. Ты там нашел ее помолвочное кольцо? У меня нет кольца. У меня нет ее кольца. Я не собираюсь вредить матери из-за маленького золотого кольца. Я знаю, было что-то еще. Это все. Что еще? Почему? Почему это произошло? Почему ты причинил вред своей маме? Я не причинял ей вред. Ты понимаешь, как работает эта технология? Понимаю. Понимаешь, что? Они сообщаются. Есть телефонные вышки, скажем, каждые 25 миль, и каждый раз, когда ты перемещаешься из одной зоны в другую, он соединяется с ближайшей вышкой. Я это понимаю. Окей. Но, например... Я не знаю, почему там указан Техас? Я не был в Техасе еще с тех пор, как приезжал сюда с 2015-го. Я проезжал его. Ага. Вот и все. Ты не покупал телефон в Best Buy? Я говорю, что не вредил моей матери. Я не покупал... Телефон. В Best Buy? В Best Buy. Не покупал. Я не был в Калифорнии в этом году, не считая января. Я полетел туда. Я даже не ехал. Ты понимаешь, что те СМС, которые ты мне показал, отправлены после ее смерти? О чем вы? Они отправлены после ее смерти. Ты их отправил? Да. С моего телефона. Ты отправил их себе с телефона твоей мамы, потому что она уже была мертва и не могла их отправить. Что? Нет. Смотрите. Смотрите, смотрите. Простите. Нет. Я не отправлял эти сообщения. Окей. Я не знаю. Смотрите. Я закончила тест. Во-первых, почему бы вам... Как посмотреть? Вы обвиняете меня в причинении вреда собственной матери. Ты понимаешь, почему? Из-за карты, где перемещаются два телефона. У нас есть видеозаписи с тобой в ее доме. Ты входишь в дом. Выходишь с собакой. Окей. Я знаю это. Где собака? У меня ее нет. Где она? Я не знаю, потому что я... Ты бросил ее там? Она все еще жива? У меня нет собаки. Я не знаю, жива ли она. Я не видел собаку и мать с января. Кейси, я этого не делал. Окей. Послушайте. Я был открыт с вами по поводу всего. Да, я знаю и ценю это. Но, к сожалению, есть доказательства, которые говорят об обратном. Ты мне нравишься. Я хочу провести с тобой время. Но я также хочу понять, почему. Левенто, это очевидно, что в тот день между тобой и матерью что-то произошло. Окей, давайте прямо. Дело не в деньгах. Мне не нужны деньги. Я даже не знал, что она переписала все на меня, так как она говорила, что все достанется Джудит. Джуди. Дело не в собаке. Мне не нужна собака. Что еще? А что тогда? Ничего. Я пытаюсь показать вам всю картину, чтобы вы видели, что причин нет. У нас с мамой были хорошие отношения. Посмотрите нашу переписку. Если вы можете связаться с AT&T, почему бы вам не прочитать наши с ней диалоги? Почему бы вам не проверить наши с ней долгие созвоны? Почему бы вам не поговорить с Джозефом или Терри о моих отношениях с мамой? Окей. Ты понимаешь, что твоя мать сама сказала, что ты звонил ей с того телефона, который ты купил в Best Buy? Она сказала это своей подруге днем 24-го числа. Не знаю. Может, вы поймете. Мой отец умер, когда мне было пять. У меня была мама, и у нас были очень тесные отношения. Что бы она ни делала, она делала это для меня. Для вас даже говорить подобное глупо. Я не знал о наследстве. А даже если бы знал, это не имеет значения. Можете посмотреть мои финансовые записи. Окей. Какая у тебя сейчас финансовая ситуация? Нормальная. Нормальная? Более чем. Могу я спросить? Конечно. Спрашивай что угодно. Вы сосредоточились лишь на мне? Вы не рассматривали другие варианты? Да. Рассматривали? Да. С кем бы я ни говорил, Терри и Джозеф, они говорили мне то же самое, что выглядит так, будто вы, ребята, не знаете, что происходит. Да ну? И если вы действительно теряете свое время на меня? Я бы этого не делал. Нет, не тратите мое время, а тратите свое время на меня. Этого я бы тоже не делал. Тогда можешь объяснить мне вот это фото твоего джипа. В Аризоне и Техасе. Потому что вполне очевидно, что на твоем джипе есть подобная наклейка. Да, есть. Что это за наклейка? Когда я жил в квартире в Дэвисе. Окей. Это твой номерной знак? Да, это он. Очевидно, это он. Можешь объяснить мне это? Нет. Не могу. Почему? Не могу, потому что у меня нет ответа. Окей. Я, но... Это твой джип? Да. Окей, это в Техасе. Там твой телефон подключился к вышке. Окей. Там тот телефон, что ты купил в Бестбай, подключился к вышке. Вот здесь. Фото твоего джипа. И ты внутри. Окей, я понимаю. Помоги мне найти этому объяснение. Я не могу, потому что я не знаю Кейса. Окей. Это 23 число, когда ты ехал в Калифорнию. Окей. А это 25, когда ты ехал назад в Индиану. Окей. Окей. Я понимаю. Где бы ты ни был, тебя засняли видеокамеры. Окей. Ты понимаешь это? Ты был заснят везде. Есть записи с видеокамер, как ты был в доме. Вероятно, я их тебе тоже покажу. Бестбай не так уж важен. Я знаю, что у тебя был этот телефон, и ты с него звонил своей маме. Потому что ее собственные записи это показывают. Твои записи показывают. И сразу после твоего звонка с того телефона, она поделилась с подругой о том, что говорила с тобой. Ты попал на камеры в ее доме, Левенто. Ты понимаешь это? Ты это понимаешь? То, что ты говоришь, противоречит фактам. Я понимаю, о чем вы говорите. Но то, что я действительно не понимаю, так это причину. Хотя бы докажите это. Окей. Это не твой джип перед домом твоей матери. Это было 24 октября. Я не могу, в смысле, я видел джип. Это твой джип, верно? Я не знаю. Что значит ты не знаешь? Я не знаю, я просто видел. Посмотри еще разок. Вот. Что в этом углу? Наклейка. Верно. Окей. Это твоя наклейка, в том же месте, что и на твоем джипе, верно? Что это за наклейка? Точно такая же наклеена на твоем джипе, так? Я не видел вторую наклейку, но окей, окей. Вот это перед домом твоей матери. 24 октября. 15-27. Это значит полчетвертого дня. Но я не видел мою маму в тот день. Ну тогда объясни. Я не знаю. Это твой джип. Но откуда вы знаете, что это мой джип? Можете предъявить мне доказательства? Да. Это именно то, что тебе нужно, чтобы рассказать мне о случившемся? Естественно. Но я ничего не делал. Левенто. Да. Я был очень добр к тебе. Я выкручивался как мог, чтобы объяснить тебе это. Пойми. Вот ты уходишь с собакой. Вот здесь. У меня есть видео, как ты идешь вдоль прямиком по улице. Туда, где ты припарковался. Ты понимаешь это? Это не я. Как это могу быть я? Левенто, это был ты. Вы показали человека, который идет с собакой. У меня много видео. С ними не поспоришь. Неужели ты не понимаешь? Послушай, если бы ты был мной, а я знаю, что твой телефон начинает путь из твоего дома, а ты в Индиане. И это одноразовый телефон. И ты купил его. У меня есть видеозапись. Я смотрел ее вчера. Я посмотрел все видео, как ты идешь и покупаешь этот телефон. 22-го числа. Ты выходишь, садишься в свой джип на парковке. Ты сидишь в джипе 20 минут. Ты активируешь телефон. И все это совпадает с имеющимися у меня записями этого телефона. Твоего телефона. Твой телефон. И второй телефон. Оба подключены к вышке, пока ты не выключил их по пути в Спрингфилд. Или возле Спрингфилда, Миссури. Ты совершил ошибки. Ты позвонил на собственный телефон, чтобы проверить автоответчик по пути назад. С телефона, который ты купил в Бестбай. А этот телефон путешествует с твоим телефоном. В твоем джипе. У меня есть фото, сделанное на протяжении твоего пути в дом матери. Есть записи с камер с нескольких мест. И прямо в доме твоей матери, окей? Итак, скажи мне. У вас есть? Ты говоришь мне, что ты здесь. Но это полностью противоречит всему, что я знаю. Помоги мне понять, почему это произошло. Я уже знаю, что ты... Ты причинил вред своей маме в тот день. Вы поругались? Нет, потому что я не вредил маме. Я не видел свою мать. Ты покупал телефон в Бестбай? Тот... Одноразовый? Да. Да, купил. Окей. Зачем ты купил тот телефон? По личным причинам. Например? По личным причинам. Можешь объяснить мне это? Нет, потому что это не имеет отношения к делу. Это не имеет отношения к моей маме. Но ты звонил с него маме. Звонил. Несколько раз. Да. Окей. Я говорил с ней около часа. О чем вы разговаривали? О многих вещах. О помолвочном кольце, о работе мамы, о посещении доктора. Говорили о Джозефе. И все. Зачем тебе покупать телефон ради подобных разговоров? По личным причинам. Я звонил и другим людям. Кому? С того телефона? Другим людям. Которые не имеют к этому отношения. Окей. А вы... Что насчет Ханна? Я звонил Ханне с него. И звонил Джозефу с него. Ханна поехала с тобой в Калифорнию? Нет. А Джозеф ездил с тобой к маме? Нет. Окей. Кто-либо еще ездил с тобой к маме? Нет, потому что я не ездил к маме. Где этот телефон сейчас? Я уже выбросил его. Где ты его выбросил? У себя в мусор. Где? Где я живу. Где живешь? Да. Окей. В какой день ты выбросил его? На прошлой неделе. Что это был за телефон? Раскладушка. Раскладушка? Да. Как ты его купил? В Бестбай. Как ты расплатился за него? Наличными. Ты помнишь, сколько ты заплатил? 25 или 30 баксов. Что мне скажет Ханна, если я спрошу о том, где ты был? Что меня там не было. Что она ответит? Что ты ей сказал? Что было в Калифорнии. Но я не навещал маму. Я не видел ее. Я проехал мимо ее дома. Что ты... Я поехал в Лос-Анджелес. Я поехал в Лос-Анджелес. Я могу доказать вам это. Я поехал, чтобы купить марифуану. Я купил медицинскую марифуану. Это на Веннис-стрит в Лос-Анджелесе. Вот почему я ездил в Калифорнию. Окей. И я... Как ты мне это докажешь? Как? Да. У меня дома есть травка. Окей. Сколько травки ты купил? На 100... 120 долларов. Ты купил на 120 долларов? Да, это 15 грамм. Окей. Значит, для этого ты ездил в Калифорнию. Я знаю, что это звучит глупо, но... Я здесь никого не знаю, кроме Ханны. Ханна не будет искать, у кого купить. И я тоже не собираюсь никого искать. Она студентка медицинского. Что ты сказал Ханне? Что я еду в Чикаго. Почему ты ей так сказал? Потому что ей это не нравится. Ей не нравится, так как она учится в медицинском. Она... Она обеспокоена этим. Во-первых, это Индиана. Если бы меня поймали здесь за курением травки, у нее были бы проблемы. Из-за этого я держал все от нее в тайне. Окей. В какой день ты поехал в Калифорнию? Во вторник. Вторник какого числа? Двадцать третьего. Окей. В котором часу ты уехал? Восемь утра. Восемь утра? Да. Как ты попал... Ой, нет-нет-нет, простите. В шесть утра. В шесть утра? Я был за рулем. За рулем чего? Моего авто. Твоего джипа? Да. Того джипа, что на фото? Да. Сколько времени заняла дорога в Калифорнию? А... Ну, я приехал туда в четверг. В четверг, потому что я заезжал в Л.А. и купил марихуану. Сколько это часов за рулем? Тридцать или сорок. Тридцать-сорок часов? Ты останавливался где-нибудь в отеле? Нет. Я просто ехал всю дорогу. Просто ехал? Да. И ты приехал в Калифорнию в четверг? В четверг. В котором часу? После полудня. Был час или два, когда я ехал в Лос-Анджелес. Окей. Ты останавливался где-либо? Нет, я все время ехал. Ты просто ехал от своего дома прямиком в Л.А. и в дом мамы? Я останавливался и... И затем обратно в Индиану? Я останавливался и спал. Где ты останавливался и спал? На водительском сиденье машины. Где ты останавливался? По пути в Калифорнию. Первое место, где я остановился и поспал, это Альбукерке. Альбукерке? Нью-Мексико? Ты помнишь, где остановился? Нет. Нет, это просто была остановка для отдыха. Это было не в самом Альбукерке, а на трассе, чтобы отдохнуть. Окей. Как долго? Три-четыре часа. Окей. Это была твоя единственная остановка? В поездке? В поездке. Я поехал в Калифорнию, затем заехал в Инн-Аут и после этого... Поспал там немного в машине. Затем я поехал к маме, хотел сделать сюрприз. И ее не было, и я поехал обратно. Как это ее там не было? Ее не было. Я звонил ей с одноразового телефона. Ага. Я ехал мимо, ее авто не было. Я позвонил ей со своего телефона, простите, со второго телефона. Она не взяла трубку, наверное, была на работе. И мне пришлось возвращаться. Когда ты вернулся из поездки к маме? Что вы имеете в виду? В какой день и время ты вернулся в Блумингтон? В пятницу. В пятницу? Это какое число? Двадцать шестое? Ну, вроде да. В котором часу? Вечером. Вечером? Да, около четырех часов. Что ты сказал Ханне, когда вернулся? Ничего. Просто сказал, что в Чикаго было нормально. Ветрено и прохладно, но весело. И все. Она мне скажет все то же самое? Да. Окей. А где ты... Где ты останавливался в дороге? Чтобы поесть и все остальное. Ты останавливался поесть? Нет, потому что я взял с собой сэндвичи и бутылку... Упаковку из шести... Нет. Двенадцати бутылок воды. Когда ты купил это? В воскресенье или понедельник. Готовился к поездке? Да. Еще раз. Что ты купил? Просто пару ланчбоксов, воду и еще вот эти маленькие энергетики. Это все. Что еще ты взял с собой в джип, когда ехал в Калифорнию? Одежду. Одежду? Какую одежду? Футболку, джинсы, шорты. Это все. Ты взял с собой компьютер? Нет. Нет? У меня есть планшет, но я не пользуюсь им. Он очень старый. Он просто есть. Это долгая поездка. Я знаю. Итак, ты говоришь мне, что... Я знаю, как это звучит. Ты говоришь, что ехал 64 часа. Ради 15 граммов травки. Ради травки на 100 баксов. Я знаю, как это звучит. Знаю. Думаю, нам нужно обсудить случившееся в Гровер Бич. Я понимаю, что вы зачитали мои права, когда я только вошел. Да. Я понимаю. Думаю, вы сами понимаете, почему я мешкался. Почему не сказал, что был в Калифорнии? Потому что я пересек Штаты с травкой. Ты действительно думаешь, что я тут ради этого? Нет, нет, нет. Вы здесь не ради травки. Я это понимаю. Ты понимаешь, что я говорил с тобой об убийстве твоей матери? И... И просил тебя объяснить мне, когда ты в последний раз виделся с матерью? Но я не виделся с мамой. Если бы рассказанная тобой история была правдой, ты бы рассказал мне? Нет, потому что... Нет, нет. Почему? Потому что я пересекал Штаты. Во-первых, это выглядит подозрительно, что я ездил в Калифорнию и ехал 60 часов ради 15 граммов травки. Даже чуть-чуть больше. Значит, если я проверю амбулаторию в Лос-Анджелесе, я узнаю об этом? Да. Окей. Если бы мы поехали ко мне, я бы мог показать канистры с... Мне плевать на канистра. Окей. Нам понадобится видео с тобой. Да, конечно. Я не мог сказать этого по причине, что пересекал Штаты. Несколько Штатов. Это федеральное нарушение. У меня была бы куча проблем, если бы я вам рассказал это, даже не будучи ее родственником. У меня все равно будут проблемы. Почему? Потому что я нарушил закон. Какой закон ты нарушил? Пересек границы Штатов с Марифаной. Это закон? В смысле... Ну да. Я спрашиваю, я не знаю. Это закон. Я не работаю с такими законами. Да, закон. У моего друга были проблемы, когда он ехал из Колорадо в Калифорнию. Что ты сделал с телефоном мамы? Я не виделся с мамой и, соответственно, не видел ее телефона. Я не видел ее в тот день. Что случилось с собакой? Я не знаю. Я не видел собаку. Я не выходил из машины в тот день. Когда я проезжал мимо ее дома, я не выходил из машины. Во-первых, у меня даже нет собаки. Я не вредил собаке. Я не видел собаку, я не видел маму. Я в той же одежде, кроме рубашки. Ты был в этой одежде, когда убил ее? Да. Нет, я не убивал свою маму. Нет. В этой одежде я ездил в Калифорнию. Я не видел маму в тот день. Что произошло, когда в тот день ты приехал к ней домой? Я подъехал к ее дому по Мейн-стрит. Потом сделал два круга. Видел какого-то парня, который мыл свой пикап. Я так понимаю, он там живет. Затем я вернулся на Мейн-стрит. Знаете, Мейн-стрит ведет на пляж. Я там посидел немного, позвонил ей. Она не взяла трубку, я звонил несколько раз. Она говорила, что бегает по делам. Она подняла трубку и сказала, что будет дома чуть позже. И затем я просто поехал домой. Ты в курсе, что твой телефон вернулся к ней, в район ее дома? Ты знаешь, что твой телефон не уезжал? Окей. Да, потому что я висел на телефоне. Звонил ей и разговаривал с ней. И ты поехал обратно к ней домой? Нет, я буквально... Буквально поехал домой. После разговора с ней я уехал. Уехал из Гровер-Бич. А, да. После убийства. Нет. Думаешь, Ханна знает? Она знает про мою маму. Она не знает про марихуану и поездку в Калифорнию. Как считаешь, что она об этом подумает? Очевидно, люди начнут строить догадки. Например? Например, прибавлять 2 плюс 2. Калифорнию и то, что она читала в новостях. Окей. Да. А как на твой взгляд? Что она подумает? Она не будет думать, что это сделал я. Но она будет строить догадки. Я думаю, когда вы приедете забрать рюкзак, или мою одежду, или осмотреться в поисках третьей собаки, которой у меня нет, вот чего я не понимаю. Окей. Итак, окей. Я понял. Я солгал о поездке в Калифорнию. Я это понимаю. Очевидно, это делает меня подозреваемым. Но вы меня не спросили... Вернее, спросили, но я не могу дать ответ. Потому что у меня нет ответов, зачем бы я делал подобное. У меня нет финансовой подоплеки. Я не... У меня не было плохих отношений с матерью. Бывают разногласия с родственниками, но это все. Угу. Ничего такого, что привело бы к этой точке. Действительно, нет ни одной причины. У меня нет криминального прошлого. Я в жизни не делал ничего плохого. За исключением задержания в старшей школе. Но у меня нет... Даже штрафов за парковку. Это все. У меня нет ни единой причины этого делать. Согласен. У тебя не было шикарного детства. Нет. Оно было прекрасным. У меня было много хороших друзей. Оно не было шикарным, лишь потому что не было образцовым. Отец, мать, дом, собака и тому подобное. Окей. Оно не было ужасным. Оно не было ужасным. Оно просто не было роскошным, потому что она постоянно переживала из-за счетов. Что ты собираешься сделать с деньгами, которые ты получишь за имущество матери? За ее страховку. Я даже не знаю, есть ли у нее страховка. Не знаю, что у нее есть. Я не знаю, но долги тоже передаются по наследству. Я правда не знаю. Это что-то, что пришлось бы обсуждать с финансовыми консультантами. Что я увижу в твоей истории браузера? Я не знаю. Странные... Странные вопросы и вещи о животных, которые мы обсуждали с Ханной с медицинской точки зрения. Например? Например, она студентка медицинского. Мы обсуждаем множество странных вещей. Например, некоторых пациентов. Окей, я понимаю, к чему вы клоните. Ничего, что связано с убийствами. Расскажи о... Своей... Поездке... Назад из... Калифорнии. Послушайте, давайте просто... Я понимаю, у вас есть улики. У вас есть видеозаписи. Давайте пусть решают присяжные. Окей, давайте так и поступим. Я скажу тебе так. В этом и дело, Кейси. В этом и дело. Давайте я расскажу вам, что произойдет, потому что я уже знаю, что будет. Вы задаете вопросы о моем ПК, о моей обуви. Стоп! Можно? Всего минуту. Вы задаете вопросы о моем ПК, о моем телефоне, о моей обуви. Вы собираетесь пойти ко мне домой. Без проблем. Я уже сказал, где лежит марихуана. Вы пообщаетесь с Ханой и тому подобное. И знаете что? Она учится в медицинском. Ей не обязательно иметь дело с этим дерьмом. И даже если рано или поздно вы узнаете, что я этого не делал, верно? Мои отношения с ней будут закончены. В данный момент это все уже решено, потому что вам нужно делать свою работу. Я вас не виню. Окей. Вот куртка. Дайте мне штаны, я вам отдам свои. А дальше будь что будет. Окей? Но в конечном итоге, я-то знаю, что я ничего не делал. И это будет установлено. Если нет, я не знаю, что сказать. Но я ничего не делал, окей? Я не хочу тратить свое и ваше время здесь. Давайте просто... Давайте... Ты назвал собаку Афиной. Да, я. Но мать потом поменяла ей имя. Ай, не важно. Давайте просто сделаем это. Давайте просто... Знаете что? Ну, мне важно. Я знаю, что важно. Вы пытаетесь накопать мотив, но его нет. Окей. Окей? Окей, послушай меня минуту. Вся эта история... Дело не в том, что моя мать умерла. Вся моя жизнь будет вытна вдоль и поперек. Из-за новостей, из-за ваших слов про утечку этой истории. Дайте мне покой. А сейчас вы собираетесь копаться в моих вещах и вещах моей девушки. Господи ты, боже мой. Это ее сломает, окей? Все из-за... А вы узнаете. Вы все узнаете, ясно? Но в конечном итоге на вас это не отразится. А я могу и переехать. Невелика беда. Я найду кучу вариантов. Ну, блядь, чувак. Послушай, Левенто. Конечно. И я не хочу, чтобы твоя девушка так думала. Потому что есть только две вещи, которые ты упоминаешь, когда речь заходит об этом. У нас есть все эти улики. Да что еще вам от меня нужно? Послушай, я хочу, чтобы ты послушал меня. Я знаю две вещи, Левенто. Во-первых, дело не в том, кто это сделал. Я знаю, что это был ты. Но вот что увидят присяжные и Ханна тоже. И немаловажно, что ты, либо хладнокровный убийца, без сожаления убивший мать и планировавший это, или что-то там произошло, когда ты поехал навестить мать, о чем я не знаю. Но ты можешь помочь мне с этим. И это единственное, что нужно знать присяжным или Ханне про тебя. Нет, потому что... Ты понимаешь это? Да. Так ты хладнокровный убийца? Или что-то произошло в доме? Я не видел. Не видел. Тогда что случилось в доме? Я не видел ее. Нет, мы уже проходили это, Левенто. Да? Да. Как это мы прошли это? Уже давно прошли. Докажите мне. Говорю тебе, я уже доказал, что ты сделал это. Нет, не доказали. Окей. Левенто, тебе нужно постараться объяснить мне, иначе никто это не поймет. Ты единственный, кто может рассказать недостающую часть. Кейси, я уже сказал, у меня нет причин вредить своей матери. Хотите выставить меня хладнокровным убийцей? Я не хочу выставить тебя. Ладно, посмотрим. Но вы знаете, что у вас нет доказательств. Там что-то произошло? Нет, потому что я не виделся с ней. Я не видел ее. Лицом к лицу. Не взаимодействовал с ней. Я не виделся с ней на той неделе. Я поехал... Я хотел сделать ей сюрприз. Хотел увидеть ее. Я хотел сказать ей лично, что у нее будет невестка. И ты сказал ей это? Нет, потому что не виделся с ней. Я хотел сказать ей это лично. У нее были трудности с соседями. Я хотел ее как-то обрадовать. И хотел сказать это не по телефону, а лицом к лицу. И сказать ей, послушай, можешь взять неделю отпуска в декабре и приехать во Флориду, чтобы познакомиться с ее родителями? Я своими глазами смотрел видео. Я проверил все данные с телефонных вышек. Нет, я... Я проверял автономера. Я... Я смотрел, как ты входишь в ее жилой комплекс. Там полно камер. Я не отрицаю, что ходил. И ты входил в дом. Ты входил в дом на видео. Не входил. Входил. Нет. По-твоему, откуда я знал, что ты ушел с собакой? По-твоему, как я мог знать про это? Потому что вы показали мне видео у какого-то парня с собакой. Нет, я видел другое видео, где ты входишь. Я не сомневаюсь, что ты был в доме. Расскажи мне, что произошло в доме тем вечером. Может, это не то, что я думаю. Ничего не случилось. Что случилось в доме? Ничего не случилось, потому что я не входил в дом. Ты припарковался на улице и пошел к дому. И после этого ты вернулся к своему джипу. Сел внутрь и уехал. И ты покинул район в 11 вечера. Ты избавился от нее или выключил ее телефон сразу после этого. Так что... Ее телефон был с тобой. Твой одноразовый телефон и тот второй связывались с телефонными вышками прямо из ее дома, понимаешь? Ты забрал ее телефон с собой. Не забирал, потому что я не виделся с ней. Я не входил в дом в тот день. Послушайте, я не отрицаю... У меня нет раздвоения личности или вроде того. Говорю же вам. Ты понимаешь, что... Твой рассказ... О том, как ты ехал 64 часа ради морихпаны на 100 баксов... Я знаю, знаю. Ты понимаешь, насколько глупо это звучит? Я знаю, знаю. Тогда ты должен понять. Ты умный парень. Я знаю. Но нет, я не понимаю. И дело в том, что мне нечего сказать. Дослушай до конца. Окей. Ты покупаешь одноразовый телефон в Бест-2, чтобы ты мог связаться с мамой в дороге. И я хочу, чтобы ты рассказал мне. Объясни мне каждую деталь. Ладно. Одноразовый телефон, поездка через Калифорнию, ложь о поездке детективу, скрыл от всех и даже от девушки, травка на 100 баксов и посещение дома мамы. Я знаю, как это выглядит. Телефон. Это странно. Типа, почему он не позвонил со своего телефона? А, наверное, он знает про телефонные вышки. Я уже упомянул, что знаю, как они работают. Это уже установлено. Поездка через всю страну, о которой никому не рассказал. Странно, почему он никому не говорил? Окей. У него миссия или план? Посетил дом матери, не сказав ей или кому-то еще. Тоже странно. Я знаю, как это выглядит, Кейси. Но дело в том, но... Само по себе это все странно. Кроме того, что, когда ты поехал туда... Я знаю. ...мы нашли твою мать там. Окей. Если была еще какая-то причина, о которой я не знаю, кроме того, что ты хладнокровный убийца, ты можешь рассказать мне о ней. Вот так сразу? Да. Так бывает. Я давно работаю, и это случается с каждым. Люди совершают ошибки. Люди расстраиваются. Люди злятся. Люди... Людям нужны вещи, которых у них нет. Люди делают вещи вот так сразу, по многим причинам. Но вы же были дома у моей мамы. Мне там ничего не нужно. Даже то кольцо... Да мне плевать на него. Я не входил в дом. Как ты можешь говорить такое? Как ты можешь сидеть и говорить это, зная, что у меня другая информация? Как ты можешь говорить это? Потому что... Ты понимаешь, насколько глупо это звучит? Это бред. Единственное, что будет иметь смысл, это если ты расскажешь, что там произошло. Я не могу, потому что я не входил в дом. Я не могу сказать, что случилось, если ничего не случилось. Так? Не могу. Ты сам выбрал не говорить, потому что это случилось. Я не выбирал. Левенто, для меня это не вопрос. У меня нет вопросов к этому. Я хочу знать, почему. У нас с мамой были хорошие отношения. Очень хорошие. И... Расскажи про тот день. Другие люди говорили мне, что временами ты был груб с ней. Поэтому я пытаюсь понять. Да в каком смысле грубым? Типа она звонит мне в полдесятого утра, и я говорю, что занят и не могу говорить. Это не грубо. Я никогда не матерился на нее. Я никогда слова плохого при ней не сказал, возможно, ну, кроме... Ну, не в ее сторону. Я мог употребить плохое слово, но не... Ебать, блядь, или вроде того. Я мог сказать, о, как тупо. Но это никогда не было в ее адрес. Но... Окей, я реально не знаю, кто это сказал. Несколько раз они слышали, как ты разговаривал с ней, и сказали, что ты был груб с ней и ругался. Но в конечном итоге я не хочу, чтобы люди думали, что ты жестокий тип по отношению к своей маме. Господи Иисусе Пресвятой Иосиф и Дева Мария. Мне нужно, чтобы ты объяснил это, и мы так не думали. Я не могу... Не могу помочь. Нам придется так думать. Как туда попал твой джип? Как тот одноразовый телефон туда попал? Оба телефона были в машине, и я проезжал мимо ее дома. Окей. Да. В котором часу? В нем, или поздним вечером. Верно. В 11 вечера. Нет. Нет. Я уехал задолго до этого. Но твоей телефоны нет. У вас есть мой телефон. Вы... Вы сами все увидите. Окей. Посмотрим. Возможно, это что-то объяснит. Хорошо. Да. Окей. Я схожу, посмотрю, все ли готово. Послушайте, мы можем просто продолжить беседу. Я знаю, что снаружи у вас будет перерыв и все такое. Я уже сказал. Давайте ускоримся. Я отдал твой телефон технику, чтобы он все скачал. Окей. Давайте просто ускорим этот процесс. Ты не хочешь взглянуть на свой телефон, чтобы помочь понять, что в нем? Нет. Потому что вы уйдете. Я видел по телеку и знаю, что будет дальше. Вы выйдете из комнаты, оставите меня сидеть здесь и вариться в собственных мыслях и тому подобное. Я не смогу пойти в туалет, не смогу попить воды, это будет длиться сутки и так далее. Я не... Вы говорите, что я умный. Бросьте, я знаю эти уловки, потому что видел по телеку. Окей. Окей. Очевидно, ты много размышлял над этим. Нет. Ну, да, потому что вы ушли из комнаты на полчаса, а я должен был сидеть здесь и думать, а что еще он сделает? Окей. Хочешь посмотреть свой телефон со мной? Если... если вы хотите, конечно. Ты мог бы объяснить некоторые вещи, поэтому я и спрашиваю. Как пожелаете, Кейси. Я... я... С тех пор, как мы общались по телефону, я... Я был честен во всем. Кроме поездки в Калифорнию. Я честен по поводу моей одежды. Окей. Окей. Я просто хочу... Я просто хочу помочь, как могу. Просто ускорьте все это. Я сейчас проверю, все ли готово с твоим телефоном. Принесу его сюда, и мы сможем посмотреть его. Хорошо. Это может помочь ускориться. Отвезите меня в Калифорнию, или что вы там хотите сделать, окей? Просто сделайте это. Оставайся здесь. Я схожу за телефоном. За что ты должен деньги налоговой? Что? За что у тебя долг перед налоговой? Когда я получал пособие от Пола с 2010 по 2015, юристы говорили, что за это не нужно платить налоги, но это не так. Можете использовать мои отпечатки и начинать сравнивать. Какая еще информация с твоего телефона может помочь нам объяснить что-либо? Никакая? Ничего не приходит в голову? Окей. Ничего для вас, ничего в мою защиту, или ничего, что могло бы улечить меня? Ничего из этого. Вы ведь уже определились со своей позицией, что я хладнокровный убийца, вы пытаетесь сузить версии, почему я это совершил, хотя я этого не делал. Я не вредил маме. Я не убийца. Я никогда не совершал подобного. Никогда. Окей? Ничего. И знаете что, я не собираюсь вплетать в это других людей, потому что... Потому что уже просто... Я вот сейчас себе представил, как... Кучка копов прямо сейчас роется в вещах у нас с девушкой дома. Она возвращается домой после долгого рабочего дня, хочет поиграть с собаками и... Угадайте что, она застанет вот это. Окей? И она... Она не заслуживает этого. Поэтому я был так честен во всем. Нет, у меня нет завещания. У меня нет этого, потому что... Вот оно. А, не, оно... У меня его нет. Есть только право собственности. Это из твоего дома. У меня есть только право собственности. Завещания у меня нет. Это в твоем доме. У меня этого нет. Нет этого. У меня этого нет. Говорю вам, у меня этого нет. Мне сказали, они только что нашли это в твоем доме. У меня этого нет. Реально нет. У меня только право собственности. Вы когда-нибудь покажете мне фото или видео, как я вхожу в дом к моей матери? Это все, что нужно, чтобы ты сказал мне правду? Мне любопытно, потому что вы... Ты скажешь мне правду, если я покажу тебе его? Вы говорили... Ты скажешь мне правду? Вы упоминали множество улик, но так ничего и не показали, кроме гугла. Про телефон. Ты бы сказал правду, если бы я тебе показал. Это все, что нужно? Это какой-то психологический трюк с повторением вопросов? Я спрашиваю, вы собираетесь показать мне это? Ответ только да или нет, а не вопросом на вопрос. Это то, о чем я спрашиваю. Что если бы я тебе показал? Аналогично. Вы только что показали... Что бы ты сказал? Мне нужно увидеть. Я не знаю. Нужно посмотреть. Зачем тебе видеть это? Ты знаешь. Потому что... Нет. Потому что вы говорите... Говорите, что есть столько доказательств того и этого, но вы не показали мне ничего, кроме карты с мобильников. Я не входил в дом моей мамы. Докажите мне. Пожалуйста, докажите мне. И что тогда? Я не знаю. Не знаю. Что значит, ты не знаешь? В каком смысле? Тогда бы ты рассказал, что случилось? Это психологический трюк. Нет. Это как психотерапия, где ты задаешь вопрос, а психотерапевт или психиатр отвечают вопросом на вопрос. И тогда это лишь вопросы, вопросы, вопросы и никакого результата. Я схожу проверить, готов ли телефон. Я просто прошу... Послушайте, Кейси, я не могу дать вам то, чего у меня нет. Есть. Просто ты выбираешь не говорить. Это твой выбор. Твой выбор — убить свою мать. Я не убивал. Твой выбор — рассказывать идиотские и бессмысленные истории. Погодите, с чего они идиотские? Ваша команда хотя бы нашла травку? Видишь, то, на чем ты сосредоточен, это глупости. Окей, глупости. Она была мертва в день моего приезда? Или... Она была мертва, когда ты убил ее. Я не убивал ее. Убил. Левенте. Да. Пока ты не захочешь рассказать мне что-либо или быть честным, я думаю, мы закончили. Если хочешь рассказать что-то, это твой шанс. Нет, мне больше нечего сказать. Окей. Почему бы тебе не встать и не снять твою куртку? Ты арестован за убийство своей матери. Несмотря на выплаты, которые получал Левенте после смерти бойфренда своей матери, он потерял на фондовом рынке более 49 тысяч долларов. Более того, он задолжал почти 70 тысяч долларов по студенческим кредитам. И был должен налоговой службе около 12 тысяч долларов. По-видимому, он знал, что в скором времени он останется совсем без денег. И поскольку Левенте утверждает, что он невиновен, то невозможно определить, что именно произошло в ту ночь в доме Афины. На суде судмедэксперт подтвердил, что преступник подошел к Афине сзади с ножом. Нападение, скорее всего, началось на кровати. А затем, судя по каплям крови, завершилось на полу. То, что Левенте был знаком с собакой Афины, объясняло, почему никто не слышал тревожного лая. Через год после смерти Афины, присержные признали Левенте Лазара виновным в убийстве первой степени. Судья приговорил его к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом деле. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить ничего интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok